Привет, Страж! Я Джонни Лейни, а это новое видео о Destiny 2, отвергнутые на канале Triple Vibe. Новый обзор на экзотик. На вернувшейся экзотике с первой части «Губитель Королев» или «Queen Breaker's Bow», если угодно. Очень необычная винтовка, снайперская или фьюжн-винтовка с самым высоким показателем аим-ассиста в игре. Именно из этой винтовки по игроку стреляют вандалы снайпера падших. Играть с ней в первой части в PvP невероятно весело. В PvE, ну, если нет больше ей, чем забить экзотик слот, сойдет. На мой взгляд, не самый правильный выбор. Получить этот экзотик во второй Destiny можно случайным дропом. И да, экзоты падать стали довольно редко, но все же можно вытащить один другой из рангов оружейника, например, или из случайных анграм. Давайте, как всегда, для начала взглянем на оперки. Подогнанный приклад увеличивает стабильность, но уменьшает скорость обращения с оружием. Но это не столь критично, поскольку во второй ветке мы можем выбрать между эргономичной рукояткой и быстрым извлечением. Рукоятка поможет удобнее стрелять от бедра, что на самом деле иногда можно практиковать на этом оружии, но это скорее от случая к случаю. Все же от снайперской винтовки тут больше, чем от плазменной. А потому я бы советовал выбирать быстрое извлечение. Оно поможет быстрее переключаться на винтовку и быть готовым к бою. Улучшенный аккумулятор увеличит емкость магазина до 5 выстрелов. А вот из прицелов выбор делится на снайперский и на боевой. Снайперский имеет большую кратность, удобен при стрельбе на дальних дистанциях, но боевой прицел всегда выбирали чаще. Малое расстояние увеличения, увеличенный параметр удобства для быстрой игры. В гарниле он позволит вам играть более активно, агрессивно, так что я бы рекомендовал выбирать именно его. Ну и не забывайте, самый высокий уровень аимасиста, а значит целишься в ногу, попадаешь в глаз. Ну и последний экзотический перк, проводная винтовка. В общем-то, просто описывает вид стрельбы этого оружия, точный дальнобойный ослепляющий электрозаряд. Что делать с этой винтовкой в ПВЕ? Ну начнем с плюсов. Дебаф, который вешается на противников при попадании в них, может помочь вашей команде в некоторых ситуациях. Я говорю об ослеплении. Стреляя по мощным противникам, вы будете подавлять их атаки, они не будут видеть вас, а ваши тиммейты в этот момент смогут спокойно с ними разобраться. По урону винтовка чудес не творит, конечно, но максимальных ее значений дамага можно достичь, если установить снайперский прицел. Так что если играете с этой винтовкой и в ПВЕ, и в ПВП, придется следить за тем, чтобы была выставлена правильная оптика. Однако, это все же линейная винтовка в третий слот. В этот слот мы привыкли ставить пушки, которые будут вносить максимальный уровень урона в максимально короткое время. Шепот червя, грехи прошлого, ортклевская катушка, дарси. Все эти пушки нанесут гораздо больше урона по любому из боссов и сделают это быстрее. Губителю королев нужно заряжать каждый выстрел, каждый, в то время как тот же шепот стреляет без остановки в крит. Вам даже на перезарядку отвлекаться не нужно будет. Так что, сами понимаете, не самый лучший выбор для сложных активностей в ПВЕ. А на первых неделях релиза, каждая вторая активность сложная. Теперь о ПВП. Это винтовка для гарнила, с ней играть весело. Вот именно весело. Вы получаете нереальный кайф от каждого убийства с этой винтовки. Вжух, хедшот, вжух, еще один. Со стороны выглядит очень легко и эффектно. Когда освоитесь со временем заряда и играться тоже будет легко. Если ты не любишь играть слишком быстро, не умеешь играть с дробовиком, рашить на диких скоростях в гарнила, то для тебя не будет критичным время заряда этой винтовки. Я лично обожал играть с ней в первой части, повторюсь, и очень рад, что она появилась во второй. Так что, если получите эту винтовку, обязательно опробуйте ее в гарнила. Уверен, она доставит вам массу впечатлений и интересных моментов на монтажике, там, всякое такое. Дальше я оставлю немного геймплея. Надеюсь, он поможет вам разобраться в том, нужна вам эта винтовка или нет, как ей пользоваться. А я пока прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал. И счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok